Коллеги, на той неделе мы разослали приказы, или две недели уже назад, связанные с подбором подрядных организаций в 2017 году. С чем связано вот это ужесточение требований? Оно связано с изменениями в налоговом законодательстве, когда предприятие, которое не заплатило налоги, в конечном счете все это может обернуться на наши службы заказчика, когда эти налоги будут предъявляться налоговой службой по цепочке, на генподрядчиков, которые отрабатывают. Поэтому все предприятия, которые работают в нашей отрасли, ну это в любой, наверное, отрасли сегодня, они должны иметь биографию соответствующую, трехлетний опыт работы. Рустам Гаевич, вот такая ситуация. Ну, это очень серьезный вопрос, значит, я прошу услышать, ну и Казань, если жестко контролируйте, какие проплаты куда идут, ведь сегодня вся эта система прозрачная, вся схема работы строителей, работы через однодневки, она уже все перспективы не имеет. Вы, законно послушный платильщик, будете отвечать за то, что проплатили деньги компании, которые не имеют ни истории, ни происхождения. Вот обязательно, обязательно этот вопрос, значит, надо всем вашим подрядчикам подписать с ними, там, я не знаю, какой-то документ, что они несут полную ответственность, чтобы не было, значит, это будет жестко пресекаться, вот других шансов нет. Все ваши партнеры, они должны иметь историю, адреса и все остальное. Все эти штучки, когда через однодневки, там, налички или какие-то другие схемы, все это уже прошло. Сегодня у налоговой инспекции есть полный возданк, как она называется? НДС-3 у них программа называется, они сейчас все видят, вообще все операции в стране. Все видно. Это не только к строителям, это и ко всем организациям относятся, это и по силу, и по всем делам.